Иногда, когда Бог снимает покров с нас, и у нас возникают проблемы, то мы стремимся найти решение этой проблемы, найти оружие. И мы возвращаемся к тому, что раньше помогало нам, но сейчас это вовсе не помощь. И нам не нравится думать о том, что Бог забирает нашу защиту. И нам не нравится думать, что то, что раньше помогало, теперь никакой помощи не приносит. И нам нужно узнать, почему так происходит. И так, это говорит здесь, вверх 10. И отмечайте, домы в Иерусалиме, разрушайте домы, чтобы укрепить стену. И вы делаете все возможное с вашей стороны. Но была проблема. А на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издавна определил это. Вы все свои усилия прилагаете, чтобы решить проблему, а Бога не ищете. И Господь Госаваоф призывает вас в этот день плакать, сетовать, острить волоса и припоясаться в ретищем. Но вот веселье и радость, убивают волов, режут овец, едят мясо, пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. То есть, Бог призывает к покаянию. И вместо покаяния Он находит эту суету, пренебрежение, попойки. То же ли мы видим и в наше время. Люди танцуют, веселятся, развлекаются и не поклоняются Ему. И вся истина в том, что они пренебрегают планы Бога. И мы видим что-то очень более глубокое в 15 стихе. В 15 стихе. Так сказал Господь Саваоф, ступай, пойди к этому, царит дворцу, к Севне, начальнику дворца. Скажи, что у тебя здесь и кто здесь у тебя, что ты высекаешь себе гробницу. Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает жилищ себе. То есть, Севна был лидером, он управлял дворцом. И он заботился о себе, а не о людях. И Бог покажет, что Он более силен, чем агстичные лидеры. И в 18 стихе. Свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для Дома Господина твоего. Славные колесницы, вот на что они смотрели. Они хвастались, как бы их слава была в их колеснице, как в наше время машина. То есть, то, в чем они находили славу, принесет им позор. И затем в 22 стихе сказано. И ключ дома Давидова возложу на Роминаеву. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не творит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И будет он, как седалище славы для дома отца своего. Видите ли, что Бог переменит власть, изменит власть. И Бог установит такую власть, у которых сердце будет, как сердце Давида. Видите ли, что ромина, плечи, это олицетворение власти. И когда он говорит, ключ дома Давидова возложу на Роминаеву, нужно понять, что же принесет с собой настоящая власть. Это ключ Давида. Что такое ключ Давида? Ключ дома Давидова. Это сердце, как у Давида. Что делает ключ? Открывает, закрывает двери. Поэтому ключ дома Давидова, у ключа дома Давида будет власть открывать, закрывать. И каждому хочет дать ключ от дома Давидова. То есть, он хочет дать нам власть. И эта власть только возможна, если сердце такое же, как у Давида. И то есть, еще дальше. Те, которые имеют сердце Давида, будут находиться в твердом месте лидерства. И затем 23 глава. Теперь мы снова возвращаемся к остальным народам, другим народам. И здесь Божий суд над Тиром. Что олицетворяет Тир? Тир – это мировая система коммерции. И это, потому что Тир и Сидон – это выдающиеся сидонские порты. Важно это увидеть, потому что Одесса тоже очень важный порт. И Бог говорит, что у него есть дело против Тира. Он говорит, что «Рыдайте корабли Фарсиса, ибо он разрушен». И нет домов, и некому входить в домы. И в английском говорится, что нету портов. Нету порта. Негде остановиться кораблям. Почему Бог упоминает Тир? Потому что царь Соломон торговал с Тиром. Со второго стиха «Омолкните обитателей острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю, по великим водам, привозили в него семена сихора, жатва большой реки, и он был, был он торжещем народов». Жатва большой реки – это жатва Нила. И также Египет привозил все свои товары в Тир, для того, чтобы дальше их везти. И это был большой народ, который занимался очень сильно торговлей. И из Тира корабли выплывали и развозили товары по всему миру. Торгуя со всеми народами, у них была власть над остальными народами. И поэтому в четвертом стихе он говорит «Устадис Сидон». Крепость морская. Как бы ни мучилась я и родами, и не рождала, и не воспитывала юноши, и не возвращала девиц. Что это значит? Юноши – это рынок труда, это работники. Поэтому работники больше не работают, и товары больше не продаются. И затем в девятом стихе. Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. То есть, у Бога есть определенная цель в этом. То, что человек почитал, и то, что человек уважал, это Бог свергает. В 11 стихе он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Ханаане разрушить крепости его. И видите ли, Сидон – это первенец Ханаана. И это сила Ханаана. И именно этот народ нужно было победить в начале, когда Израиль вошел в землю. То есть, завоевав Ханаан, свергнуть все твердыни Ханаана. И Бог решил, чтобы они сверглили твердыни все в земле. И, в частности, что для этого понадобится очень долго времени. Много времени. И затем, в 17 стихе, по истечении 70 лет Господь посетит тир. И Бог благословит Свой народ Завета за счет тира. Видите, это долгосрочный план Бога и долгосрочное видение Бога. Так же, как и у Бога, долгосрочные планы видения для Одессы. И Он хочет разрушить духовные твердыни в этой области. Давайте перейдем к 23 главе. И видите, что Он начнет произвести перемены в судах. В первом стихе Вода Господь опустошает землю, делает ее бесплодной. Изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. Ключевая фраза — это изменяет вид ее. То есть, Бог потрясет мировую систему. Он произведет перемену. Поэтому сказано, И что будет с народом, то и со священником, что со слугой, то и с господином, что с служанкой, то и с госпожой, что с покупающим, с продающим, с заемщиком, то и с имадамцем, что с оставщиком, то и с дающим в рост. Бог не проводит никакого различения между людьми. Кем бы вы ни были, каково бы ваше ни было положение, это повлияет на все. Потому что Бог планирует произвести абсолютные перемены. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы и изменили устав. Это очень важно. Видите ли, что Бог, ой, человека изменил Божий порядок. Извращен порядок общий. То есть земля как бы осквернилась. И означает, что была абсолютная развращенность. Коррупция. Как мы говорили, зло называют добро, а добро злом. То есть мы обменяли истину на ложь. И как Павел говорит в Римлянам, что мы извратили землю. И все моральные, социальные, религиозные и политические ценности были извращены. То есть мы разрушили сам институт жизни. И поэтому Бог говорит, что Он сохранит остаток. И в 21 стихе И будет в тот день посетит Господь воинство, высприняя на высоте и царей земных на земле. Потому что, как говорится в вверх 23, Господь воинство воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме. И Бог хочет изменить окружение, окружающую среду. И мы увидим, что Сион олицетворяет Божье окружение. И Сион не только израильская земля, но также это народ Завета и места Бога. И Бог хочет, чтобы Его народ оказывал влияние. Таким образом мы вносим изменения в наше окружение. И мы увидим, что Бог постоянно изменяет что-то вокруг. И в 25-м главе мы видим, что верный остаток будет иметь надежду и безопасность в Боге. Теперь Бог дает нам надежду. И он говорит, И он говорит, for you have done wonderful things, your counsels of old are faithfulness and truth. Where is the verse? It's a verse? Or what is it? Well, I just wrote that. Is that one? Yeah, verse one. You are my God, I will exalt you, I will praise your name, for you have done wonderful things. In 1-м стихе. Превознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное. Right. So the wonderful things that God is doing, let's go down to verse 9. И затем к 9-му стиху. Because it says, Behold, this is our God, we have waited for Him, and He will save us. Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся в спасении Его. Да, мы должны ждать, но мы все же увидим Его спасение. В 10-м стихе. Ибо рука Господа подчет на Коресе, и Моав будет попран на месте Своем. She says, And He will bring down their pride together with the trickery of their hands, the fortress of the high fort of your walls, He will bring down and lay down, bring it down to the ground. 12? 11-12. И хотя Он распростит посреди Его руки свои, как плавающие, распростирает их для плавания, унизит гордость Его вместе с лукавством рук Его, твердыню высоких стентов их обрушит, низвергнет, поверхнет на землю в прах. то, на что люди надеялись, то, в чем они чувствовали себя безопасно, то, от чего они зависели, все это Бог низвергнет. Мы в очень многих вещах находим свою безопасность. Поэтому я использую фразу «система безопасности». Система безопасности как бизнес, государственная система, правительство. Или же, какая-то лжерелье. Многие люди верят в разные лжерелье. Недавно мы видели там на улице Харе Кришну эти танцевали на улице. Раздавали свои книжечки, флайера людям. Много лжерелье. И поэтому Бог продолжает создавать свою надежду. И это же мы видим в 26-27 главах. Как вы помните, мы все еще катаемся на волне. Плывем на волне. И эта волна, она перекручивала, перевертывала все эти суды над народами. Теперь Бог ближе эту волну подкатывает, потому что у Него есть надежда. Помните, в конце каждой волны есть надежда. Теперь мы доходим к этой надежде от Бога. В 26-м стихе, в 26-й главе 1-м стихе. В тот день будет воспета песня «Сия в земле Иудиной». Город крепкий у нас. Спасение дал Он вместо стены и вала. И хотя, когда люди надеялись на ложные системы безопасности, теперь Бог даст настоящую систему безопасности. Божья безопасность – это Его спасение. И Он говорит, «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». И поэтому истина Бога – это Его безопасность. И вот один из моих любимых стихов. Третий, четвертый стихи. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Упывайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Независимо от того, насколько сильны волны, и насколько мы в смущении, если только мы сохраняем истину Бога, тогда у нас будет мир Бога. Мир даже посреди шторма. Самое главное – хранить Его истину и фокусироваться на Его Слове. И легко быть отвлеченным, отвлечься на что-то другое. поскольку люди и вещи пытаются всегда нас отвлекать. И нашу силу мы найдем в близких отношениях с Богом. И в девятом стихе сказано, «Душой Моей я стремился к тебе ночью, и Духом Моим я буду искать тебя во внутренности Моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». И видите ли, что мы говорим о влиянии нечестивых и влиянии других народов. И когда совершаются Божьи суды, тогда правители будут править в праведности. Поэтому на нас в этом лежит большая ответственность. во-первых, ответственность придерживаться истинной и праведности. А также молиться за лидеров, чтобы они пришли к праведности Мессии. И тогда они будут править, господствовать праведно. В 10 стихе. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. 12-13 стихи. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твоя. То есть, мировые правители имеют власть и они господствуют. И Бог хочет воплотить Свою праведность. И когда правит Его праведность, тогда у нас будет мир. И в 15-м стихе Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. То есть, Бог умножит нас, умножит наше правление. В 17-й стих. В 17-й стих. Как беременна женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы перед Тобой, Господи. Были беременны, мучились, рождали, как бы ветер, спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Так же, как и женщина в преддверии родов получается проходит боль перед рождением. И Бог также хочет дать нам надежду того, что будет рождение, будет избавление. Потому в 19-м стихе говорится, «Живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе». То есть, Бог даст свое восстановление. Как говорится в 21-м стихе, «Вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Такое ощущение, что Бог закрылся где-то, и Он не отвечает. И придет время, когда Он выйдет из своего секретного места, скрытого места. и затем благословится его остаток, и Он будет благодарен. Так как мы увидим обновленную жизнь. И это обновленная жизнь в Мессии. И когда Бог восстанавливает, это происходит в 27-мой главе. И в 1-м стихе, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким левиафана-змея, прямо бегущего, и левиафана-змея, изгибающегося, и убьет чудовище морское. Кто это такой левиафан? С одной стороны, это мистическое морское чудовище. А в духовном мире это символ сатанических сил. Сатанинских сил. И что свою власть сатана приобретает ложью. Как сказано, накажет левиафана-змея изгибающегося. Изгибающегося. И поэтому в 2-м стихе в тот день «Воспойте о нем о возлюбленном винограднике, я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напаяю его». Виноградник это Божий дом, Божье общество. Бог продолжает напаять свой народ. И в Мессии у нас есть победа над врагом. Интересно в 4-м стихе. «Гнева нет во мне, но если бы кто противоставил мне, волчься и терны, я войной пройду против него, выживу его совсем». Кто настолько сильен, что может выйти против Мессии? И в 5-м стихе «Разве прибегнет к защите Моей и заключит мир со Мною?» Бог хочет, чтобы мы прибегали к Его силе. И тогда мы получим утешение. 6-й стихе. «В грядущие дни укоренится Яков Даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами Вселенной». Вы помните, как Яков боролся с ангелом? И в результате что произошло? Его имя изменилось с Якова на Израиль. И он получил благословение. Ему приходилось продолжать бороться с ангелом. Бог хочет, чтобы Его народ боролся, пока не привлечет победу. Мы находим свою силу в Нем. И как мне нравится те, которые 6-й стих. «Кто укоренится в Якове, тот будет процветать». Что значит «укорениться в Якове?» То есть наши корни веры должны уходить в Бога. И наши корни уходят глубоко в Мессию. Так же, когда Яков боролся с ангелом. когда мы ищем Его, молимся Ему и находим Его силу, то это наше укоренение в Нем. И затем в 9-м стихе и через это загладится беззаконие Иакова. И плодом всего будет снятие греха с Него, когда все камни жертвенников Он обратит в куски извести. Когда Яков борется с Богом и каяться, тогда Его грехи покрываются. и все успокоится вокруг, шторм успокоится. И в 8-м стихе выбросил Его сильным дуновением Своим как бы в день восточного ветра. То есть Бог весь тот шторм который принес смятение и смущение этот шторм Бог успокоит. Затем камни жертвенников Он обратит в куски извести и не будут уже стоять добровые стуканы. И Бог уничтожит все идолопоклонство тщетное. И затем в 11-м стихе так как этот народ беззасудный то не жалится над ним творец его и не помилует его создатель его. И Бог проводит этот контраст. когда приходит Мессия и дает победу и те которые живут необдуманно бездумно и те которые продолжают жить в грехе пройдут через Божий суд. благословение благословение они получат благословение. И поэтому в 13-м стихе вострубит вострубит великая труба и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую и поклонятся Господу на горе Святой Верусалиме. Поэтому Мессия придет и восструбит в трубу и те которые призваны к спасению поклонятся Ему. Поэтому в этом разделе мы видим как Бог разбирается с окружающими народами внешними вопросами и Он производит свои перемены. Он изменяет социальные, политические, экономические ценности. Те, кто верен и укоренен в Нем получают благословение и этот верный остаток найдет мир в Мессии.